Здравствуйте, друзья! В первую очередь я хочу сказать спасибо всем вам, что пришли в наш семинар. Мы не ожидали, что столько людей соберется на такую специфическую тему, как геометрическое моделирование. Поэтому спасибо вам большое, что пришли. Я надеюсь, что вы с пользой проведете эти 20,5 часа. Вначале представлю нас, немножко расскажу о том, что такое компания Оскон. Кстати, кто из вас знает, что такое компания Оскон? И работали, или как вы знаете наши продукты? Все, наверное, нас пришли. Все? Ну, это очень хорошо. Меня зовут Олег Зыков, я директор по продукту C3D компании Оскон. И вначале, перед тем, как мы перейдем к главной части, немножко расскажу о нас. О истории Оскон, о том, что мы представляем у себя сегодня, какие продукты мы выпускаем, чем занимаемся. Начнем немножко про историю. И первый вопрос вам. Как вы думаете, с какого года мы ведем отсчет работ по 3D-моделированию в городе Коломна, в котором у нас основной центр разработки? 25 лет. 94-й, 25 лет. Еще есть вариант? Ну, в общем, мы ведем этот отсчет со дня основания Коломны в 1177 году. Потому что именно этой датой датированы первые глиняные 3D-модели, которые найдены на раскопках около Коломенского Кремля. Поэтому место у нас такое историческое. И если уже переходить к серьезной части, именно в Коломне, в Конструкторском бюро машиностроения, в очень серьезном оборонном предприятии в 80-х годах, была создана система автоматизированного проектирования «Каскад», которая работала еще на машинах СМ и ВМ, это были еще не персональные компьютеры. И эта система должна была стать одной из основных систем для оборонного комплекса Советского Союза. На этой фотографии вы видите будущую основательницу ОСКО, Татьяну Михайлову Янкину, которая работает со своим разработанным программным обеспечением. Но жизнь внесла свои коррективы, и в 1989 году Татьяна Янкина и Александр Голиков ушли из КБМ и начали свой бизнес. Создали компанию ОСКО. Целью создания компании была разработка программного обеспечения для советских тогда еще, российских инженеров и конструкторов. В экране вы видите наш первый САПР, КОМПАС, первая версия этой системы, которая работала под операционную систему MS-DOS, была, естественно, двухмерной. Большой шаг был сделан в 1995 году, когда появилась наша первая версия КОМПАС 5 для Windows, и в то же время уже было понятно, что будущее проектирования за трехмерным моделированием. Хотя, понимаете, в то время в России большинство, наверное, еще работало на пульмане, только-только появлялся автокад, появлялся КОМПАС график наш на рабочих местах, и уже в это время стартовали работы по созданию трехмерного движка для будущей САПР, который была представлена в 2000 году. Первая версия КОМПАС 3D вышла в начале 2000 года, и с этого момента КОМПАС 3D наш основной, наш флагманский продукт, который постоянно год за годом развивается. Развивается его трехмерное ядро, основа этого продукта. Если в 90-х годах многие компании, наверное, каждая, каждый российский разработчик САПР полностью вписал свои продукты, затем многие перешли на какие-то известные мировые ядра, мы исторически остались разработчиками собственного ядра, и до сих пор весь наш продукт создается нашими сотрудниками, нашими программистами в городе Коломна. Я не буду здесь перечислять все, что было сделано, о функциональных возможностях ядра вам гораздо лучше расскажет руководитель разработки. Просто скажу, что 2012 год был такой, наверное, важной верхой в развитии нашей компании, в развитии нашего ПО. Компас 3D стал самой популярной механической 3D-САПР в России. В общей сложности сейчас он эксплуатируется на 65 тысячах рабочих мест, инженеров, конструкторов. И в компании было принято решение, что наш движок трехмерный, наше ядро, достаточно хорошо само по себе, чтобы мы вышли с ним на международный рынок, чтобы мы стали поставщиками не только конечного продукта, для конечных пользователей, для инженеров, но и поставщиками технологического компонента нашего гидра. И для этого была организована дочерняя компания C3D Labs, которую мы все, кто сегодня здесь присутствует и представляем. Что такое ОСКОН сегодня? ОСКОН сегодня это крупнейший разработчик САПР в России. У нас примерно 30 офисов по всей стране и за рубежом, 6 основных центров разработки и более 600 сотрудников. Примерно 8 тысяч предприятий в настоящий момент используют наше программное обеспечение. Мы работаем в разных отраслях. Исторически для нас самая главная зла остается отрасль машиностроения, оборонно-промышленный комплекс. Но мы постоянно развиваемся и идем в новые отрасли. Очень много у нас сейчас продуктов для приборостроения, для радиоэлектронной промышленности. Мы активно развиваем направление промышленного гражданского строительства. И буквально в ближайший понедельник в Санкт-Петербурге мои коллеги представят абсолютно новую архитектурную САПР-компанию ОСКОН, написанную с нуля, тоже на нашем ядре, естественно. Важным для нас являются отрасль нефтегазовая, нефтехимическая, промышленность, металлургия и энергетика. То есть все, что спектр наших решений достаточно широк. Как я уже говорил, был и остается нашим основным продуктом Компас 3D. Сегодня это по-прежнему наш флагман. Система, которую мы позиционируем как САПР среднего уровня, которая насыщена различными библиотеками, приложениями, отраслевыми. Очень плотно наши коллеги из ОСКОН работают с образованием. У нас есть и студенческая бесплатная версия, в которой каждый студент может зайти на наш сайт, пройти к процедуре регистрации и работать бесплатно в этом софте. У нас есть домашняя версия Компас Холл, которая позволяет любителям использовать все для своего хобби, что-то моделировать, печатать на 3D-принтере и так далее. Образовательные лицензии, обо всем этом, я думаю, что если вы работали с компанией ОСКОН, об этом обо всем вы знаете. Наше же небольшое подразделение ядерное, так его назовем, получается на данный момент 2 года существует в таком самостоятельном полете. За эти 2 года 15 компаний, 15 разработчиков, САПР, вузы, промышленные компании лицензировали наше геометрическое ядро и сейчас уже строят свои продукты на нашем ядре. У нас это действительно очень большое событие. В протяжении 18 лет мы только сами использовали свой геометрический движок. И сейчас мы познаем абсолютно новый мир, потому что широкий спектр компаний, широкий спектр софта, новые требования для нас. Это очень интересный процесс. И, собственно, поэтому мы здесь работаем. Мы с геометрическим ядром по всему миру. Среди этих 15 компаний 3 находятся за пределами России. И для нас зарубежный рынок очень важен. Потому что если САПР-систем в мире, ну, наверное, сотни различных, узкоспециализированных, широкого профиля, то геометрических ядер в мире можно пересчитать по пальцам. Геометрических ядер общего назначения, которые можно лицензировать. Там можно по-разному это считать. 5, 6, 7, у кого какие подсчеты получаются. И мы на данный момент являемся единственной в России компанией, которая разрабатывает лицензируемое геометрическое ядро, которое можно получить для разработки своих продуктов. Ну, в прошлом году мы еще стали резидентами Сколково. Такой еще один небольшой факт в нашей биографии. Главный наш актив – это даже не наша территориальная собственность, не геометрическая ядра, а наша команда разработки. Как и 25 лет назад, наше основное подразделение расположено в Коломнии, где у нас сейчас собрана уникальная команда математиков-программистов, которые работают над нашим самым наукоемким продуктом. Продолжение следует...